Как много и сколько раз мы говорили и о господине Бурмистрове, напомню это бывший заместитель руководителя мэра Рязани, некто Владимир Бурмистров, а главное его руководители. Игорь Греков, это тот самый вице-губернатор Греков. Наши зрители, но многие помнят точно пресс-конференцию президента, гостиный двор был, это три или четыре года назад, когда вдруг на экране появляется дама, якобы беременна, у него подушка была вместо беременности, Песков растроганная, тут есть женщина Владимир Владимирович с надписью «Я беременная, давайте дадим ей слово». Оказалась не беременная, оказалась чиновница, журналист, то есть она больше чем чиновница, она жена одного из заместителей, вот этого самого Игоря Грекова, который являлся на тот момент первым заместителем губернатора, первым вице-губернатором Рязанской области. Она объяснила, что есть такой негодяй, это журналистская, жена помощника Грекова, есть такой негодяй журналист караулов, а я в зале сижу, слышу своим ушами, и Песков видит меня, правда, против него, говорит, Дим, дай мне слово, я отвечу, я чуть-чуть сидит, умолчу мне жесты делать, но не по сценарию, мне что-то такое спорить с ней, когда Путин дает интервью, ну ладно, я проглотил. Она открыто говорит, что вот есть такой негодяй, Владимир Владимирович караулов, травит нашего Грекова, потому что якобы у нас самая дорогая, что абсолютная правда, гикокалория для пенсионеров и всех жителей Рязанской области, тепло мы отпускаем по ценам, как будто мы не Рязань, а Мурманск, севера, где лютый мороз зимой, и зима какая длинная, вообще полярная ночь. Все оказалось правдой, ну а наш Греков, он пожарник, он герой-пожарник, он на пожаре, тут был пожар в воинской части, сам примчался на пожар, спасал людей. Я наутро поговорил с Песком, слышали, ну это какой-то спектакль, мы проверили, ничего подобного не было, девушка-то наврала, но это мужчине так даром не пройдет, сказал подадмит Сергеевич. Разобрались, Грекова выгнали, бурмистров выгнали, ой, бурмистров еще интервью нам давал, сам меня записал, и думаю, его интервью, когда я его выложил на ютюбе, на ком-то своем канале публиковал. Почему, зачем, записывал разговор, это их проблемы. Вопросы к ЖКХ, к сожалению, это пока все не заканчивается серьезными уголовными делами, пока подчеркивают. Вдруг выяснилось в ходе расследования, что у этого Грекова была судимость, еще в Ростове, а как же он стал вице-губернатором, что же не знали об этой судимости те контролеры из специальных служб, которые утверждали его назначение. Прошло несколько лет, отставки, беременная оказалась, не беременная, и по-прежнему, видимо, работает журналистской. Кажется, фамилия Безделова, какая-то такая фамилия, я уже не помню. И вдруг выясняется, что Игорь Греков, теперь намерен сделать из Владимира Бурмистрова, напомню, вице-губерновице-мэра Рязани, отвечающего как раз за тепло, за воду, за ЖКХ, они хотят сделать из Бурмистрова депутата ЛДПР. И фотографии Слуцкий, с кем-то из них уже обнимается, целуется. И так официально, уволенный из-за плохой работы замглавы Рязани Владимир Бурмистров неожиданно полюбил ЛДПР. При жизни Жириновского этого не было. Прямо перед выборами в городскую думу. Даже сайт своего предприятеля банкрота в ГУП Феско отдал ЛДПР для рекламы партии и лично ее лидера Леонида Слуцкого. Удивляюсь я Слуцкому. Леня, есть такая пьеса у Ипсона, я Слуцкого всю жизнь знаю. Леня, есть такая пьеса, когда мы мертвые пробуждаемся. Зачем тебе этой партии? Я понимаю, что они не бедные люди, наверняка все эти, Грекова, Бурмистрова, все отставлены. Но позор такой, зачем? Уже было много странных людей в рядах ЛДПР. Многие убиты, как Скорочкин депутат. Из тогда еще Загорска, уж потом город стал называться Сергий Фасад. Было много странных эпизодов в жизни ЛДПР. Все они есть в фильме «Скунс». Жириновский, который обнимает Дудаева и говорит, что это лучший руководитель Чечни, герой, настоящий герой нашей страны, России. Дудаев, пожалуйста, тут они кадры. Поездка в Чечню к Дудаеву впереди, напомню, война. Джохара Дудаева, министров и других руководителей, всего аппаратов. Владимир Вольфович отдает дань мужеству и стойкости президента Дудаева в его противостоянии с Москвой. Мне бы хотелось задать вам вот такой вопрос. Ваше отношение к нашему президенту? Впечатление хорошее. Действительно, президент, который достоин этого высокого поста, орицетворяет нацию как таковую. При этом он много раз выступал в моменте истины, что пытался объяснить. Или те же проводы того же убиенного Скорочкина, как выяснилось, непростого, авторитетного депутата ЛДПР, тоже речь Жириновского. Другие скандалы, несметные богатства детей Жириновского, арест его сына. Ну, сейчас, может, закончился. Много вопросов к ЛДПР об источниках, подлинных источниках этих доходов. Ну, к Слуцкому, мы знаем, тоже есть вопросы. Их задавали не раз. Те или иные расследователи. Поаккуратнее бы. Вот с такими, господами. Мое предложение. Не просто так был уволен Бурмистров. И не просто так герой, несостоявшийся герой, пожарник Греков, получил пинка под зад. Какие там финансовые обязательства существуют в этой компании? Некто Трубицин, некто Щерин Александр Греков, тот же Бурмистров. Это решать не мне. Это пусть контролирующие органы нам скажут, откуда у них такие деньги. Сайты, реклама. Но то, что мы, мертвые, пробуждаемся, иной раз. Еще раз есть замечательная пьеса Ипсона. Как жалко, что какие-то книги мы не читаем, и, наверное, раз не перечитываем на ночь. Опасно пробуждаться кое-кому. От позора не отмоешься. Время меняется. Время быстро меняется. Надо, мне кажется, быть поаккуратнее. Так скажу я. Журналист Караулов, который невольно оказался участником скандала с беременными, с гикокалорией, с участием Пескова при президенте России. Не закончится все это. Мне так кажется. Добро. Продолжение следует...